Вот тут есть один вопрос, на который я забыл обратить ваше внимание. Если мы все равно выражаем производное на грани, через производное в центрах ячеек, то почему бы не воспользоваться теми градиентами, которые у нас уже известны в центрах ячеек. Это градиенты, которые используются в схеме Годуново-Колгана-Родионова, и которые вычисляются по минмоду. Мы же как раз вычисляем ДФ по ДКСИИТА в ячейке ИЖИ как минмод от вот этой ИЖИ, это И плюс один ИЖИ, вот это И минус один ИЖИ. Дельта И плюс один ИЖИ, это вот длина этой ломаной. Вот эти градиенты все равно вычисляются, потому что при помощи этих градиентов мы интерполируем, стреляем из центров ячеек на грань, чтобы дальше решать вот здесь задачу распаде-разрыва. Эти градиенты все равно вычисляются и хранятся в каждой ячейке. Почему бы ими не пользоваться? Вот мы, например, выражаем вот в этой точке, градиент вот в этом направлении, вот в этом направлении мы будем вычислять как интерполяцию градиента вот в этой ячейке и в этой ячейке. Почему бы в центрах ячеек не взять вот это значение? Оно все равно хранится в памяти. Здравствуйте. Оно все равно хранится в памяти. Зачем нам вычислять по более сложной формуле, которую я написал? Я написал там более сложную формулу. Ну, в общем, посмотрите там, то, что я на лекции написал. Вот. Почему бы не воспользоваться вот этими градиентами, которые все равно используются в схеме Колгера? Ответ. Дело в том, что, когда мы вычисляем потоки, мы же хотим получить схему второго порядка аппроксимации. Значит, нам нужно, чтобы потоки вычислялись со вторым порядком точности. Со вторым порядком точности. А проблема в том, что вот эта вот аппроксимация градиентов имеет только первый порядок. Это же здесь выбирается минимум из вот этой разности и вот этой разности. Это левая разность, это правая разность, это левая разность. А обе они имеют первый порядок точности. Только первый порядок. Мы же производную здесь пытаемся посчитать либо как правая разность, либо как левая разность. Выбираем из них минимум по модулю. Вот. Получается только первый порядок точности. Пока эти градиенты используются в схеме Колгана для того, чтобы стрельнуть из центра на грэм, все нормально. Потому что в схеме Колгана... Схема Колгана у нас используется для вычисления эйлеровских потоков, конвективных потоков. Конвективные потоки, конвективные, у нас считаются путем решения задачи о распаде разрыва. Между параметрами слева и справа. А параметры, скажем, слева считаются как У и Ж плюс вот это вот дельта левая умножить на ДУ по ДКСИТА в точке ИЖ. И вот сюда-то мы и подставляем вот этот гримот. Так? Это схема Колгана. Так вот, смотрите. Если мы посчитаем вот этот градиент с первым порядком точности, то есть с ошибкой порядка УАТАШа, то эта ошибка умножится на дельта ль. А дельта ль само по себе УАТАШ. И тут ошибка УАТАШ. Значит, значение у левого будет посчитано с точностью до УАТАШа в квадрате. И, соответственно, конвективный поток будет вычисляться с точностью до УАТАШа в квадрате. Все в порядке. То есть, когда мы расписываем схему для аппроксимации коллективных потоков, градиенты нам нужны только для стрельбы из центров ячеек на грани. А при стрельбе из центров ячеек на грани они все равно умножаются на величину порядка УАТАШа. И поэтому производную можно считать тоже только с первым порядком. Результат у нас получится со вторым порядком. Потому что УАТАШ умножится на УАТАШ. Получится УАТАШ в квадрате. А вот когда мы считаем диффузионные потоки, F диффузионные, которые имеют вот такой вид. СПНУ. А? СПНУ. Что? СПНУ. И не понял, про СПНУ. Нет, я не про СП говорю. Я говорю про любой диффузионный поток. Если говорить о диффузионном потоке тепловой энергии, то там в качестве F используется СПНУТ. Это будет диффузионный поток тепла. А, скажем, диффузионный поток генетической энергии турбулентности, там будет К. Диффузионный поток Эпсилон, там будет Эпсилон. Ну и так далее. То есть это как бы я просто написал типичный вид диффузионного потока. Так вот, эту величину на грани мы тоже должны посчитать со вторым порядком. И тут уже нам нужно не значение У, а значение производной. Так вот, производную мы вынуждены тоже считать со вторым порядком. Поэтому для диффузионных потоков вот эта формула не годится. Эта формула годится для конвективных потоков, потому что в конвективных потоках надо считать сами параметры на грани. А для диффузионных потоков она не годится, потому что в диффузионные потоки входят производные параметры. Если мы параметры считаем со вторым порядком, и будем пытаться по ним получить производную, то мы получим производную только с первым порядком. Это будет неправильно. Таким образом, градиенты, которые используются в схеме Колгана, годятся для вычисления конвективных потоков, потому что они только первого порядка, и не годятся для вычисления диффузионных потоков, потому что для диффузионных потоков нам нужен второй порядок. Это вообще универсальная коллизия. Особенность уравнения на вес токса заключается в том, что мы должны со вторым порядком посчитать не только параметры на грани, но и градиенты параметров на грани. А из-за этого... Да, здравствуйте. Мы вынуждены вводить два набора градиентов. Мы их называем градиенты конвективные и градиенты диффузионные, которые используются вот здесь. Они считаются по разным формулам. Градиенты конвективные считаются с первым порядком точности через минут, чтобы обеспечить монотонность, высокое качество аппроксимации конвективных потоков. А градиенты диффузионные вычисляются по центрально-разрастным формулам со вторым порядком точности И используются только для диффузионных потомков В результате нам приходится кроме массивов параметров Представляете, в каждой ячейке хранить Мы вынуждены хранить, во-первых, массивы всех переменных То есть, скажем, давление, плотность и три компонента скорости Или, например, мы вообще обычно храним давление и температуру Это три компонента скорости И еще каэль, в словах То есть, в каждой ячейке хранятся массивы всех этих величин То есть, в расчетной области Ну, в общем, в каждой ячейке хранятся вот эти величины А кроме того, мы вынуждены еще хранить в каждой ячейке Конвективные градиенты в трех направлениях Это тоже вот такие вот векторы Конвективные Которые вычисляются по этим формулам И еще должны хранить такие же градиенты, диффузионные Представляете? То есть, у нас Вот в схеме Годунова, в схеме первого порядка Нужно хранить только вот эти массивы А в схеме Годунова, Колгана, Родионова Для уравнения Вейнольца Ну, в общем, короче говоря, в методе для решения уравнения Вейнольца Нужно хранить в семь раз больше величин В семь раз Кроме параметров, нужно хранить еще два набора градиентов И это совершенно неизбежная вещь Вот у нас на фалке есть еще, на нашей кафедре читается еще курс по методу Галеркина Его читает Волков Там метод совершенно другой Это не метод конечного объема, но метод конечного элемента Но там та же самая проблема Те формулы, которые используются для вычисления параметров Неприменимы для вычисления градиентов параметров Поэтому в методе Галеркина для уравнения на Вейстокса Приходится одновременно То есть, по-разному заниматься аппроксимацией распределения параметров по ячейке И аппроксимацией распределения градиентов по ячейке Это все приводит к огромным вычислительным затратам Вот, вот что такое уравнение Ренольца Это совершенно особая вещь По сравнению с уравнением Гейлера, это огромный рост затрат На этом фоне затраты на решение задачи распаде разрыва становятся ничтожными Извините, я, конечно, отвлекся Но поскольку я просто как бы ждал, когда соберется аудитория Вот, и позволил себе немножечко отлично Так, тема сегодняшней лекции по турбулентности Мы должны с вами по возможности сегодня закончить с моделью турбулентности К-Эпсула Версии Джонса и Лаунгера Итак, напоминаю Что в модели турбулентности К-Эпсула Во-первых, эта модель относится к моделям, основанным на гипотезе Бусинеско И, соответственно, напряжение Ринольдса Вычисляется вот по этим формулам Где К-это кинетическая энергия турбулентности Метурбулентная турбулентная вязкость Турбулентные потоки тепла вычисляются вот по этим формулам А тут стоит ДАЖ по ДХЖД ААЖ это интерфия, ЦП на Т Вот Турбулентная вязкость, которая входит в эти формулы Вычисляется по так называемой формуле Пранкли-Калмагурова Ну, на самом деле Пранкли и Калмагуров написали разные формулы Но общее в этих формулах то, что турбулентная вязкость Выражается не через градиенты среднего течения Вот помните, в алгебраических моделях Турбулентная вязкость вычислялась как РО на лямбда микс в квадрате И на какую-то норму градиента средней скорости Вот, это в алгебраических моделях То есть мы выражали турбулентную вязкость через геометрические характеристики И через, ну, турбулентные области И через градиенты средней скорости А вот в формулах Пранкли и Калмагурова Турбулентная вязкость выражается через два каких-то параметра турбулентности У Пранкли и у Калмагурова параметры были разные У Пранкли были К и Кэпсилон Вот И, соответственно, в модели Кэпсилон используется вот такая формула Цмю на РО на К в квадрате И поделить на Эпсилон И Где Эпсилон И Это несжимаемая часть Это та часть скорости диссипации генетической энергии турбулентности Которая возникает в несжимаемом потоке Это мю Ну, то есть мю поделить на РО Умножить на ДУИТА по ДХЖИТА Э, извините ДУИТА штрих по ДХЖИТА На ДУИТА штрих по ДХЖИТА Средняя Тут сумма по И и по ЖИ Это часть диссипации турбулентности Которая есть в несжимаемом течении Теперь, собственно, откуда брать К И вот эту самую Эпсилон И Откуда брать эти две величины Для них записывается дифференциальное уравнение Дифференциальное уравнение для К ДРОКПДТ Плюс ДПДХЖИТА От РОКИТА Это конвективный поток кинетической энергии турбулентности Дальше Дальше идет сумма Турбулентных потоков Обусловленных пульсациями давления и пульсациями скорости Эта сумма аппроксимируется как Минус мю турбулентное на турбулентное число прантлия для параметра К И на ДК под ДХЖИТА И еще плюс молекулярный поток Получается вот это Мю плюс мю турбулентное на турбулентное число прантлия для параметра К На ДК Под ДХЖИТА Под ДХИТА Если тут И То и тут тоже И Вот это Мю на ДК под ДХИТА Со знаком минус Это молекулярный поток кинетической энергии турбулентности А вот это вот Это сумма двух турбулентных потоков Связанных с пульсациями давления и пульсациями скорости Они оба описываются вот этой одной формой Это я уже объяснял И в правой части стоят источниковые члены РО На производство кинетической энергии турбулентности Минус Вот это самое 10% Мы пока что работаем В рамках нежимаемого течения Поднебрегаем по крайней мере пульсациями плотности А при выводе уравнений вообще считаем, что жидкость нежимаемая Хотя Применять будем и для сжимаемой жидкости Но в случае, когда пульсациями плотности может применить Это как бы все натяжки, но они связаны с тем, что Различить эти два класса течений Полностью нежимаемые течения с постоянной плотностью И течением Когда средняя плотность меняется Но пульсациями можно пренебречь С точки зрения турбулентности эти два случая близки И различить их на уровне турбулентности мы не можем Потому что у нас для этого не хватает знаний Поэтому мы обходимся нежимаемой моделью За неимением просто победности, на самом деле Уравнение для... Да, ну здесь, естественно, эпсалонитая дается вот этой формулой А производство дается вот такой формулой Минус R и жидкость на D уридкость по D и жидкость И уравнение для нежимаемой диссипации ДРО эпсалонитая по ДТ Плюс ДПД плюс Ит От конвективный поток РО эпсалонитая Минус МЮ средняя плюс МЮ турбулентная На турбулентное число пранки для парада ТРЭПСИЛОМ ДЭПСИЛОМ по ДЭПСИЛОМ Правняется А тут делается гипотеза Основанная на предположении о равновесном характере турбулентности Что производство и диссипация любой физической величины Нет, не так Что процессы на уровне крупных вихрей и мелких вихрей происходят синхронно Кинетическая энергия турбулентности Это характеристика крупномасштабной турбулентности Основной вклад в кинетическую энергию дают крупные вихри Эпсилон Это, конечно, характеристика мелкомасштабной турбулентности Потому что диссипация происходит на уровне мелких вихрей Но если мы сделаем гипотезу о квазеравновесном характере турбулентности То тогда процессы на уровне крупных вихрей и мелких вихрей протекают синхронно И тогда источниковые члены в этом уравнении Должны быть пропорционально источниковым членам в этом уравнении Соответственно, мы получаем СЭПСИЛОМ на 1 на П Минус СЭПСИЛОМ 2 на ЭПСИЛОМ ИТ Это коэффициенты пропорциональности Но кроме того, нужно еще уравнить размерность Для того, чтобы уравнять размерность Чтобы была правильная размерность вот этого члена Нужно умножить на ЭПСИЛОМ ИТ И поделить на К Это чистое из соображения размерности Все Вот вам модель КЭПСИЛОМ Уравнения сами по себе замкнуты Уже все замыгающие соотношения написаны И единственная проблема заключается в том, что нужно определить Эмпирические коэффициенты модели Таких коэффициентов всего 4 Это СМУ Это СМУ Это СЭПСИЛОМ 1 Это СЭПСИЛОМ 2 Это турбулентное число пранкля для параметра К И турбулентное число пранкля для параметра ЭПСИЛОМ СМУ входит вот сюда СЭПСИЛОМ 1 и СЭПСИЛОМ 2 входят в источниковый член А это коэффициенты, которые входят в коэффициенты диффузии КАЭФСИЛОМ Вот Вот определить Определением этих коэффициентов То есть калибровкой модели Мы занимались на прошлой лекции И почти что довели ее до конца Я сейчас Выпишу значение, которое мы получили Причем мы получили два набора значений Один набор значений Который является классическим И который был опубликован В статье Джонса Ой, извините Не Джонса Я написал Джонса и Лаундера Я не хороший человек Лаундера и Шарм В статье Лаундера и Шарм Это в заголовке лекции было Не Джонса Джонса и Лаундера Это первая версия КАЭФСИЛОМ модели Которая через два года была подправлена Лаундером и Шармой А вот Лаундер и Шарм Это классическая КАЭФСИЛОМ модель Так вот в модели Лаундера и Шарма Я ее вот так обозначу Лаундер и Шарм Были одни значения коэффициентов Потому что они пользовались экспериментальными данными своего времени А сейчас уже что-то изменилось Уточнилось Поэтому сейчас есть современные рекомендации Современные рекомендации Ну давайте Выпишем те значения Которые мы успели определить Коэффициент САЭФСИЛОМ 1 Мы получили Таким образом Чтобы модель правильно описывала Распад изотропной турбулентности Ну напомню Что если градиенты среднего потока убрать Если в среднем потоке нет градиентов То тогда Исчезает Производство Производство обнуляется Если нет градиентов Вот Исчезают потоки Потому что опять-таки Нет градиентов И остается только Турбулентность просто переносится вдоль линии тока И диссепирует За счет диссепации на родине Меньчайших вихрей Это вот Распад изотропной турбулентности Вот И вот по Известным из эксперимента Характеристикам Распада изотропной турбулентности Мы получили Значение 1,83 Извините Не сюда написал Ц и псалом 2 Параметр ц и псалом 2 1,83 Вот Вот этот именно параметр Это коэффициент как раз при диссепации Коэффициент при диссепации Вот Лаундер и Шрама взяли значение 1,92 В свое время Это в 1974 году То есть это сколько? Это 40 лет назад Вот 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 Для того, чтобы определить вот этот коэффициент Мы рассмотрели задачу О равновесном пределе Развития Однородной сдвиговой турбулентности Однородная сдвиговая турбулентность Это турбулентность, которая получается Когда во всем потоке Вот такой постоянный градиент скорости Среднее течение Движется только в этом направлении А меняется Только Движется только вдоль оси И при этом вот этот градиент постоянный И по пространству и по времени И на фоне вот этого постоянного градиента Как-то живет турбулентность Так вот она сначала Как-то меняется А потом ее структура приходит в равновесие И для этого равновесного предела Известно Что отношение производства К диссипации Должно быть примерно равно 1,8 Ну а дальше мы расписали наше уравнение И потребовали, чтобы вот это было выполнено И мы получили, что Значение коэффициента Цэпсилл на 1 Должно равняться 1,46 Ландер и Шарма Приняли близкое значение 1,44 И оно считается классическим 1,44 Дальше Коэффициент вот этот Мы Не, не так Вот этот коэффициент Цэмюн Коэффициент Цэмюн Мы определили из двух вещей Во-первых, мы расписали Поведение нашей модели На логарифмическом участке Турбулентного пограничного слоя Вот Расписали поведение вот этой модели На логарифмическом участке Турбулентного пограничного слоя И кроме того, мы воспользовались Известным экспериментальным результатом Что для большого класса Равновесных Автомодельных Турбулентных течений А именно Для струй Слоев смешения Следов Автомодельных Автомодельных Струй, слоев смешения Следов И для логарифмического участка Пограничного слоя Причем не только на пластине Но и в трубах Справедливо вот такое соотношение У штрих В штрих Примерно 0,31 Так Дикая Это генетическая энергия Турбулентности Вот мы воспользовались Этим экспериментальным результатом Это так называемая Формула Брэд Шоу Вот Применительно К Логарифмическому участку Пограничного слоя на пластине И это позволило нам Установить Что коэффициент ЦМЛ обязательно Должен быть равен 0,09 Это значение Считается универсальным И уже последнее В течение последних 30 лет Не подвергалось сомнениям Хотя в книгах 80-х годов Нет, значит не 30, а 20 лет В книгах 80-х годов Еще можно встретить Некоторые отклонения Иногда там писали 0,07 Так, 0,08 Но сейчас уже все 0,09 И никто против этого не спорит Потому что уж больно Вот эта формула точная Она в очень широком классе течения Работает И хорошо работает Так что Ну правда Подчеркиваю В классе равновесных течений В неравновесных Она конечно перестает работать Кроме того Для логарифмического Пограничного слоя Для логарифмического участка Пограничного слоя на пластине Мы получили формулу Для логарифмического участка Что турбулентное число пранки Для параметра ε Должно равняться Константе Кармана в квадрате Константа Кармана Напомню Это 0,41 Поделить на корень из c И на c ε 2 минус c ε 1 Это было получено Для логарифмического участка Пограничного слоя Дальше подставляем Вот эти числа И получаем В этом случае Получаем 1,51 А в этом случае Получаем То есть В этом случае Ну в общем Получается Какое-то другое В общем короче Для логарифмского Взяли 1,3 Зажимайте Почему 1,51? Потому что мне казалось Что тут должно быть число Порядка 1,1 У кого-нибудь калькулятор есть? Ну А А Сюда Вот Вот я говорю Что мне кажется Вот у меня По-моему Тут вообще должно быть Что-то вот такого типа Это похоже Вот Но на самом деле Вы можете проверить То есть На самом деле Вам нужно просто Вот эти числа Подставить сюда Подставить К0,41 И посмотрите Что получится То есть Проверьте На самом деле Ну в общем Они взяли 1,3 Они взяли 1,3 И таким образом Остался По каждому Определенным Только вот этот Кэффициент Вот о нем Я сейчас и поговорю Прежде чем Отпущу вас На перерыв Итак Нужно определить Еще Коэффициент Коэффициент Скорость Диффузионного Переноса Турбулентной Скорость Турбулентной Диффузии Кинетической Энергии Турбулентности В настоящее время Хорошими Экспериментальными Данными Для калибровки Этого Коэффициента Считаются данные По Так называемым Бездвиговым Слоям Смешения Что такое Бездвиговый Слой Смешения Это весьма Специфическое Течение Которое Характеризуется Такими Свойствами У и В У среднее И В среднее Примерно Равно Нулю Но при этом ДПДИК Скажем Для параметров Для характеристик Турбулентности ДПДИК Гораздо больше Чем ДПДИКС И ДПДЖ Что это такое Это течение Которое Возникает Например Вот в таком случае Ну это Например Задача Которая Вот Могут Возникать В Нефтеперерабатывающей Промышленности Предположим Что у нас есть Некоторый Канал По которому Течет газ Или жидкость Дальше У него есть Уступчик Я такую задачу Уже рисовал Собственно говоря Вот За этим Уступчиком Образуется Естественно Вот тут Слои смешения Тут застойная зона Тут образуется Слои смешения И начинает расти Турбулентность Здесь Профиль скорости Вот такой Профиль скорости Вот такой Профиль скорости Ну тут Нулевая скорость Тут какая-то Конечная Это профиль скорости А профиль Кинетическая энергия Турбулентность Ну примерно Вот такой Примерно Это кинетическая энергия Турбулентность На самом деле Он может иметь Несколько горбов Но это Детали А теперь Предположим Что вот этот канал Резко открывается В огромную В огромную Полость И вот этот Слой смешения Выходит В эту полость Когда Поток Растекается По этой полости То скорость Газа Практически Сразу Обнуляется Ну Просто В силу Законно Сохранения Массы Течение Несжимаемое Значит У на Эф Константа Здесь Маленькое Сечение Тут огромное Сечение Получается Что скорость Здесь становится Сразу Практически Нулевая Поэтому Скорость Становится Равно Нулю Значит Исчезает Производство Но Турбулентность Сразу Не успевает Исчезнуть Турбулентность Остается Вот такая Вот Такую Профиль И она Под действием Того Что производства Нет А диссипация Осталась Она начинает Постепенно Вырождаться То есть Через какое-то Время Вы получите Вот такой Профиль Дальше Там Такой Профиль Там И так далее Она будет Потихонечку Затухать Вот Такое Течение Называется Бездвиговым Слоем Смешения Бездвиговым Потому что Здесь нет Сдвига Скорости Вот Такого Градиента Скорости Здесь нет Тут скорость Просто Равна нулю А Градиенты Турбулентности Есть Градиенты Парагентов Турбулентности Есть Так вот Значит В 1996 Брикс Брикс И Другие Там Целая Команда Была Кто они Англичане Американцы Не знаю Брикс Брикс Проводили Эксперименты Вот С такого Рода Турбулентности С учетом Всех Пульсаций С учетом Вихрит И так далее И они В этих Расчетах Методом ЛЕС Определили Асимптатический Характер Затушания Параметров Турбулентности На Границе Бездвигового Слоя То есть Если ввести Координату Y Координату Y Отсчитываем От середины Слоя То Оказывается Что Асимптатически На границах Такого Слоя Выполняются Такие Закономерности К Кинетическая Энергия Затухает Как Y В степени Минус 2 45 А Турбулентная Вязкость Поделенная На РО Кинематическая Турбулентная Вязкость Затухает Как Y В степени Минус 0 42 Это Практически Экспериментательный Факт Он был получен В расчетах Методом ЛЕС То есть Путем прямого Моделирования Турбулентности Со всеми В игре Вот Давайте Попробуем Получить Из этих Данных Значение Вот этого Параметра Давайте Распишем Как будет Выглядеть Вот это Во что Превратятся Уравнения Нашей модели Для течения Этого Типа Ну во первых Это течение Стационарное Значит Вот этих Членов Не будет Во вторых Производство Равно Нулю Потому что Градиенты Средней скорости Равно Нулю Производство Отсутствует А из производных По пространству От К Эпсилон Нужно оставить Только Производные По И что У нас Получается У нас Получаются Такие Уравнения Первое Уравнение Да Ну и Конечно же Это Свободная Турбулентность Здесь Можно Принепречь Молекулярной Версностью По сравнению С турбулентной Версностью А скорость Равна нулю Поэтому Конвективные Потоки Равны нулю И остаются Только Турбулентные Диффузионные Потоки То есть У нас Получается Минус Д По Д И Ну и Сразу Поделим На плотность Поделим На плотность Плотность Постоянно Нежимаем На течение Минус Плюс Ньютурбулентное Ньютурбулентное Число Пранк Для параметра К На ДК По Д И Это все Что осталось От левой части Еще поделили На ром Оттуда осталось Минус Эпсилон Минус Эпсилон На минус Конечно Можно сократить Второе уравнение Д По Д От Ньютурбулентное Ньютурбулентное Число Пранк Для параметра Эпсилон Д Эпсилон И Д По Д Равно Соответственно Рот Эпсилон И На К И На Эпсилон Еще На Одну Эпсилон Эпсилон А На С Эпсилон Д И На Эпсилон Эпсилон Ну Потому Что П Равно Ну И Остается Вот Это На Минус Я Сократил Вот Что У нас Получается Такая Система Равни Пропали Нестационарные Члены Пропали Конвективные Члены Потому Что Скорость Равна Ну Молекулярной Вязкостью Мы Пренебрегаем И Остаются Только Диффузионные Потоки В направлении Овси И Производство Овнуляется Осталось Только Диссипация Вот так Получились Эти Равни Ну А теперь Давайте Мы знаем Что На границе Должна быть Степенная Зависимость Ну Так Давайте Искать Решение Этой Системы В виде К Равняется К Равняется А На У Степени Альфа А Эф Равняется Б На У Степени Бетта Подставим Эту систему Уравнений И попытаемся Найти Показатель Степени Вот Очень простый План Ну Что Можно Сразу Заметить То есть Что Можно Сразу Сделать Во-первых Турбулентная Вязкость Турбулентная Вязкость Это что Такое Это Минтурбулентная Поделить На Ро Это С Мю На К В Квадрате Поделить На Эпсилон Ит Подставляем Вот эти Формулы Получается С Мю А В Квадрате На Б И на У В степени 2 А Минус Бетта Вот Вот тут В правой Части Появится С Эпсилон А Кстати Тут Ромет Да Ромет Зачеркните Ромет Я сократил На Ромет Тут В правой Части Будет С Эпсилон 2 На Эпсилон И в Квадрате И поделить На К Ну Очевидно Это И есть С Эпсилон 2 На Б В Квадрате На А И на У В степени 2 Бета Минус А Ну Давайте Теперь Сюда Подставим Значит Первое Уравнение От К Будет Коэффициент А От Турбулентной Вязкости Будет Коэффициент С Мю А В квадрате На Б И еще Надо Поделить На Турбулентное Число Пранкли Для Бараметра К Это Я Выписал Все Коэффициенты Которые Вылезают Вот Отсюда Теперь Дифференцируем ДК Поды Игрек Это Альфа Ну Давайте Деньги Сторонки ДК Поды Игрек Это Альфа На Игрек В степени Альфа Минус Один Умножаем На Турбулентную Вязкость Получается Надо Прибавить Еще Два Альфа Минус Бета То есть Получается Альфа На Игрек В степени Три Альфа Минус Бета И минус Один Теперь Дифференцируем Второй Распалитель Получаем Вот Это Альфа Осталось Теперь Еще Вылезает Три Альфа Минус Бета Минус Один И на Игрек В степени Три Альфа Минус Бета Минус Два Три Альфа Минус Бета Минус Два Да А с другой Стороны Это должно Равняться Эпсилл То есть Это должно Равняться Должно Равняться Смю На турбулентное число пранки Для параметра Эпсилл На А в квадрате На Бета И на 2 Альфа Минус Один Можете Проверить И на Игрек Степени 2 Альфа Минус 2 2 Альфа Минус 2 А с другой Стороны Это должно Равняться Вот этому С Эпсиллом 2 На Б В квадрате На А И на Игрек Степени 2 Бета Минус Альфа Вот Вот что мы получаем Ну а теперь нужно Чтобы это Выполнялось Значит нужно Подобрать Коэффициенты А Б Альфа Бета Чтобы это Выполнялось Ну давайте Попробуем Но прежде всего У нас обязательно Должны Совпадать Степени Что мы Получаем Мы получаем Что Бета Равно 3 Альфа Минус Бета И Минус 2 Что касается Второго Уравнения То второе Уравнение Вот если Поделить Одно Уравнение На другое То вы увидите Вот смотрите Чтобы Из вот этой Степени Получить Эту степень Нужно Умножить Вот это Уравнение На Игрек В степени Бета Минус Альфа Вот если Вот это Уравнение Умножить На игрек В степени Бета Минус Альфа То я Получу Игрек В степени 2b- α Но если вы вот эту степень Умножите на y в степени B- α То у вас как раз получится вот это То есть степени Вот этого уравнения Отличаются от степени Вот этого уравнения умножением На одно и то же число Поэтому если я добьюсь Совпадения степеней в этом уравнении У меня совпадут и степени в этом уравнении тоже Ну так получается Ну и мы получаем вот это чудо-соотношение Из этого чудо-соотношения я получаю, что β должно равняться 3α-2 пополам Вот связь между α и β Ну а теперь смотрите Пытаемся получить вот эти закономерности Пытаемся получить вот эти закономерности У нас k Это а на y в степени α Если я хочу получить вот эту закономерность k равно а на y в степени α Ну давайте возьмем α равно минус